Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Михаил Кремчев, в гостях у нас сегодня Роман Колодкин, это прекрасный ведущий, который не одну свадьбу у нас провел в нашем городе, не только в нашем городе, еще и на выезд, Санкт-Петербург и другие, и представляет даже интересы города Сосновый Бор, выезжает на всякие различные мероприятия, отстаивая, скажем так, честь и достоинство, можно так сказать, свадебщиков, нет? Нет, это, наверное, больше юмора, скажем, да, потому что мы больше катаемся, скажем так, по КВНам, то есть представляем мы интересы как города Соснового Бор, так и атомной нашей станции, да, Ленинградская атомная электростанция, вот как раз мы, точнее, в 2015 году ездили в Сочи, это Кевин, там, где проходят отборочные туры, высшую лигу, там, первую лигу и так далее, там потом еще есть много. Официальных лиг Маслякова, то есть Курская лига, там, Лига Балтики, там и так далее. И вот 11 марта этого года мы опять едем в Сочи, пытаться, пытаться попасть на Первый канал. Слушай, получается, что на твою, скажем так, будущую профессию, да, можно сказать, ведущего мероприятий повлияло то, что ты выбрал для себя такой творческий стезю, это именно участие в юмористических, там, различных каких-то передачах, ну, передветочках, а как это правильно назвать-то, КВН-то? Ну, КВН, да, юмористический. В Кубе веселых и находчивых, юмор. А, в Кубе, да, веселых и находчивых. Расскажи вообще, как ты вот пришел к этому, что вот тебе хочется заниматься именно вот этим? Ну, на самом деле… Ну, сейчас к чему, что вот так вот, если посмотреть, из тех людей, которые участвуют в КВН, просто очень много становятся актерами различными там, да, то есть они участвуют в комедии клаб, да, почему ты именно вот выбрал немножко другую стезю? Ой, это вообще, на самом деле, в руки в микрофон мне попало чисто случайно, скажем так. Я вообще раньше любил играть в музыку, там, в дискотеке, ну, скажем так, был диджием, да, и в один прекрасный момент мне в одном кафе, ресторане, скажем так, в нашем городе предложили поиграть там в пятницу, в субботу, так как у них диджей ушел там. Ну, я пришел, одну в пятницу отыграл, другую там в пятницу отыграл. Мне подходит администратор, говорит, Ром, а давай, чтобы, ну, гости не просто так сидели, сделаем какую-нибудь конкурсу. Я говорю, да я, ну, не ведущий, мне так музыку поставить и так далее, да что-нибудь в интернете возьми. Ну, я, естественно, как все начинающие ведущие, сразу в интернет взял конкурсы. Ну, конечно, такие конкурсы были, это, наверное, больше, так, знаешь, как там, да, карандаш, в бутылочку попасть и так далее. Провел раз конкурсы, также на протяжении, там, двух мероприятий там провел эти конкурсы. Ко мне подходят гости и говорят, Роман, у вас хорошо получается. То есть вот этот момент тебе, как бы, так подсказал, что надо двигаться в этом направлении? Да, потом у меня была просто свадьба, скажем, да, в 2012 году. И после свадьбы у нас был такой хороший ведущий, он из города Санкт-Петербург был, мы с ним пообщались, и я сказал, почему бы нет, почему бы не попробовать. И создал группу, группу ВКонтакте, и она еще полгода была закрыта. С какого это периода? Это в 2013 году. В 2013 году? Да, в 2013 году я занимаюсь этим, создал группу, полгода она была закрыта. Страшно было, было страшно, потому что, ну, очень много мыслей было в голове, как? Как объявить всем, что ты ведешь мероприятие, да? Объявить, наверное, это в нашем городе с населением не так уж тяжело, наверное, у нас очень хорошо здесь работа с Рафаной радио, да? Не, я имею в виду, знаешь, вот перебороть, может быть, какие-то психологические такие, знаешь, вот барьеры на пути того, чтобы объявить, вот просто вот недавно был гость у нас такой Дмитрий Гарин, он боялся объявить то, что он занимается сексологией, ну, чтобы как примет эта мама. То есть, вот для него это был достаточно такой серьезный комплекс, и вот, когда он переступил, у него все дело пошло как бы в гору. Психологический барьер? Психологический барьер, да. Здесь, наверное, у меня был такой психологический барьер, скажем так, что я беру на себя большую ответственность для проведения торжества, да? У людей это у кого-то там один раз в жизни, и они хотят, чтобы это прям было такое… Именно страх, чтобы не подвести других людей, да? Да, да, то есть это уже начинается со встречи малонтажеров, вот эта карава, да, там хлеб да соль, друзья, ждем вас. И когда ты выходишь первый раз, ты начинаешь больше думать, так, сейчас надо это сделать. То есть это уже со временем, да, когда у тебя идет наработка, ты уже как на автомате, у тебя там целый багаж за спиной, ты работаешь на автомате. А первый раз очень тяжело, и я полгода прям вот ждал-ждал, и меня просто друг говорит, у меня свадьба, давай-ка это попробуй провести. По-братски. По-братски, да. Ну, и подготовил программу, ну, скажем так, первую программу, наверное, были подсмотрены в интернете, но переделаны под себя. Я вообще, на самом деле, противник того, чтобы брать вот какие-то интернетовские программы, да, то есть, мне кажется, каждая программа должна быть подстроена под, индивидуально под ведущего. Я тебя хочу просто расстроить, ты знаешь, великие люди, они воруют. Ну, Степ Джобс украл просто технологию Хьюлит Паккерс, а Билл Гейс украл у него. И у них там даже такая была шутка, да ты же там украл у Хьюлит Паккерс. А это, говорит, тот человек, который это самое. А, нет, он говорит, Билл Гейс, говорит, ты у меня, говорит, там украл технологию вот этих окон. Вот, да, это, говорит, тот человек, который украл технологию там у Хьюлит Паккерса. Ну, была такая интересная ситуация. Я сейчас про что хочу просто сказать, вот эта небольшая реплика, это то, что все уже давно придумано, ну, так, по факту. И мы в основном где-то занимаемся какой-то оптимизацией и адаптацией какой-то вот, ну, под реальности, да. А это уже есть как бы творчество, это именно авторский труд, он здесь как раз вот и выливается в это. Ну, скажем так, наверное, с 2020 сезона, где-то с 2019, очень модно стало конкурсы проводить на экранах. И сейчас еще идет эта тенденция, но она уже потихоньку начинает у нас уходить. Сейчас больше, наверное, такая импровизация, больше общения, интерактива с гостями, сидящими. Я даже, знаешь, хочу сказать, что вот мне лично, да, больше бы понравилась именно, знаешь, такая как репортажная съемка прямо, то есть вот ведущая, да, вот он, мне кажется, был бы интересный, он ходит там, общается с этим, там, да, потом с другим, там какие-то еще ситуации тут же, ну, если они как запланированы, там, да, какие-то происходят с гостями, то есть если они это все не знают, прямо такой квест такой получится, я думаю, что, ну, это было бы прикольно. Именно, знаешь, вот репортажка, что с ним происходит? Никогда вот люди, встаньте, пожалуйста, выстроитесь в ряд, да, и что-нибудь там скажите, или там, да, вот эта наигренность какая-то. Вот я тебя поддержу тоже в этом плане, потому что я очень люблю, что и фотографов, и видеооператоров, именно репортажников, да, то есть не постановочных, кто это, давайте встанем на лестнице, сфотографируемся, семейные фотографии. Я люблю живые эмоции. Я тоже. Когда фотограф, видеооператор поймал где-то какую-то эмоцию смешную, да, то есть человек, он сам по себе остается человеком, он не наигранно все это делает, и это выглядит намного лучше. Ты знаешь, вот, когда ты правильно говоришь, но я все-таки учился на операторах, даже можно сказать оператор-постановщик, я сразу скажу, что интересно действительно выцепить какие-то эмоции и рассказать при помощи работы, операторской именно работы, то есть как ты поставишь камеру, с какого ракурса, с каким фокусным расстоянием ты подойдешь. То есть оператор – это не тот человек, который нажимает на кнопку, вот это человек, который бегает вокруг гостей, да, и собирает именно вот эти эмоции, и тогда это действительно прикольно. Вот. Слушай, скажи, пожалуйста, как вообще происходит процесс подготовки к свадьбе? С самого начала. Да, с самого начала. То есть, ну, скажем так, вообще как мы давали рекламу, да, изначально, то есть, ну, как я уже сказал, это группа ВКонтакте, и мы пошли какие-нибудь онлайн, скажем, да, там рекламу. С помощью каких-то групп ВКонтакте. Не-не, меня больше сейчас интересует не продвижение, а именно интересует, с чего начинается именно свадьба у людей. То есть, вот как вот этот сам процесс подготовительный, ну, как вот ты общаешься. Смотри, я ни к чему, ну, свадьба – это не сразу мероприятие. Он пришел на мероприятие, то есть это подготовительный какой-то работа. Вот просто вот как это происходит? Кропотливая работа, скажем так, особенно для самих молодоженов. То есть, если посмотреть со стороны молодоженов, как это начинается, в первую очередь, что они должны делать? Определить дату. Да, то есть мы определились с датой, мы сходили в ЗАГС, подали заявление, у нас свободная дата. А вторым этапом мы начинаем искать ведущего и ресторан. Почему ведущего? Как правило, у ведущего есть своя большая команда, с которой она уже работает не первый день. Ну, чтобы хорошо все прошло, ты уже говорил, что подстраховаться это можно при помощи проверенных людей. Вот как вот сейчас Дима работает, он все четко как бы выставляет. То есть ты доверяешь Диме, правильно? То есть также я доверяю своей команде, с которой мы уже на протяжении там несколько лет работаем и так далее. Я здесь женство, свою работу, 7 лет. И когда меня спрашивают, Роман, а сколько... 7 лет по свадьбам, это как правильно называется там? Ну, есть там деревянные, там бумажные, что-то. 7 лет, у вас просто 7 лет там, и что вы работаете в такой шфере? Ну, у нас уже не только с ним свадьба, у нас и юбилеи, корпоративы. То есть я ему доверяю. То есть тут уже именно идет сложная работа, да? То есть человек знает, когда тебя отбить, он знает все твои конкурсы, мы с ним прорабатываем. То есть мы перед каждым сезоном вообще пишем новую программу. Мы с ним садимся, прорабатываем, отрабатываем. То есть он пишет какие-то новые отбивочки. И когда два саженных человека идут вместе работать, это прям смотрится красиво. Как будто тебя действительно монтируют на протяжении вечера, да? То есть бывают такие ситуации, да? Например, у меня были ситуации, когда я работал с другими ведущими, потому что меня Андрей не смог. Было тяжело. Тяжело в плане чего? Потому что я жду здесь, чтобы меня отбили, чтобы не было какой-то неловкой паузы, да, скажем так. А тишина в зале. То есть и приходится ее уже заполнять. Ну ты еще, и не только ты, волнуешься ты, и это волнение передается. И тому помощнику, да. Командная работа это очень важно, потому что действительно без командной работы не будет успеха. Особенно когда это касается таких серьезных мероприятий. Ну и вот вернемся, да, к молодоженам. И, как правило, почему ведущим может хорошо помочь, потому что ведущие работают не в одном месте. Они ездят, да, вот как мы по области, у нас был даже заказ на Воронеже, ну как бы мы не поехали туда. То есть они ездят по многим заведениям, барам, лофтам, ресторанам, да, там банкетным. Они видят, какие есть банкеты, какие есть меню. То есть и, как правило, ведущих там в корме. То есть примерно он понимает, какая там кухня. Ну все, проблем нет, да, съедет? У нас нет. Хорошо. То есть если так вот прикинуть, если бы действительно каждый день проходили свадьбы, то можно как бы отказаться от кухни. Так, и дальше. И вот он тебе посоветует место, он тебе посоветует команду. Он тебе, во-первых, определит твой стиль свадьбы, какой ты вообще хочешь видеть свадьбу. То есть свадьбы же бывают и тематические. Что популярно? Да, тематические. Сейчас, наверное, тематика немного начала отходить. Сейчас какой-то, знаешь, больше хотят... Естественности. Естественности. Ну, как репортаж, как-то особенно. Вообще сейчас традиции даже стали отходить. Не все хотят традиции. То есть я вообще как бы фанат традиций, но я фанат в плане чего, чтобы их обыграть. То есть я не люблю стандарты. Я люблю их переворачивать, для меня это прям... А как вообще воспринимают то, что, ну, как говорится, шутка. Вообще юмор, да, это такое достаточно тонкое свойство человека. Есть люди, которые вообще просто не смеются. Там, вспоминая как-то, я не помню, там, Комедиклав, я кого-то слушал или смотрел, может быть, Харламова. Они как-то рассказывают, где они где-то выступали. Им пришлось реально сбежать из какого-то мероприятия, потому что их хотели реально побить. То есть они, шутки, которые они озвучили, были просто неприемлемы до той группы людей, которые там их заказывали. В этом, наверное, и должен быть один из больших плюсов ведущего – подстроиться. То есть ведущий, он должен импровизировать. То есть он не должен вот идти шаблонно по своему сценарию. Это чувствуешь вообще аудиторию? Да. Вот если шутка не заходит, что ты делаешь? Я перевожу на другую, на другую тему. Либо я отбиваюсь, да, то есть отбиваюсь в плане другой шутки, переводя ее на себя, чтобы это было не обидно кому-то. Но я вообще стараюсь с шутками быть такой, скажем, на грани, где вот нельзя перешагивать, потому что, да, вот я не люблю пошлятина. Вот прям раздевание на свадьбах, для меня прям это все. Не люблю, когда гости выкупают деньгами сборы. Слушай, я тоже не очень люблю, потому что люди, которые, знаешь, вот ты и так вроде бы устроил свадьбу, да, то есть позвал гостей, и тебе еще как бы, ну, такая, знаешь, где-то это и традиция для кого-то, да, для кого-то там может просто, ну, напряжение там, да, потому что, ну, ты действительно вложился очень так прилично, и с тебя еще вымогает, ну, это называется, ну, я тоже это бы не неприятно. Может просто, как я всегда объясняю, да, вот гость к вам пришел на свадьбу, да, вот, ну, у него такая семейная ситуация, мы не знаем, да, то есть он пришел, у него в кармане 5 тысяч, вот он готов 5 тысяч подарить вам, ребят, и у него там 100 рублей на такси, ну, грубо говоря, все. И мы начинаем с него, давай, давай, вот мальчик тут, девочка, а потом мы еще с тобой торт будем покупать, ты что, а там потом еще можно что-нибудь собрать, да. Я был на свадьбе, где тамада, там прям такая пораженная тамада, мы сели за столы, приборов не было. Нам пришлось покупать вилки с ложками, чтобы начать кушать, это для меня, все, у меня тогда настроение упало, то есть я вообще противника, я, наверное, считаю, что это больше такая послевоенная традиция была, когда нам было помочь молодоженов собрать буши, да, сейчас, ну, сейчас это прям смотрится очень, мне кажется, унизительно, унизительно и как для молодоженов, потому что, ну, ребят, мы же пришли так, да, подержать там, то есть, и вы еще с нас ума на... Слушай, вот сразу такое, а какой-то вот сценарий поведения для гостей вообще прописывается, да, что вот, ну, например, у нас, ну, это опять же вот тематика какой, да, вы же там описываете, что приходим, например, в синих платьях, там, да, мужчины там, например, в белых рубашках, то есть. Есть какое-нибудь там описание того, как себя примерно там вести и что примерно будет, ну, вот как вот, как в театр, да, открываем вот этот, такой замечательный, я сейчас не помню, как бумажка это называется, буклет, буклет там, да, и там как раз и расписано, что будет там в первом действии, в втором действии, вот такой антракт, да, да, и будет антракт, да, то есть. Когда можно 50 грамм выпить пастилы. Когда будет? Ну, на самом деле, о том, что происходит на свадьбе, даже иногда не знают молодоженов, то есть при встрече с молодоженами, мы обсуждаем. Ну, дресс-код обсуждаем. А, дресс-код, дресс-код, знаешь, обсуждается тогда, когда мы хотим что-то сделать, типа, как друзья жениха, подруги-невесты, да, то есть это вот европейский стиль проведения свадьб. Там, да, там мы стараемся, чтобы, например, если жених в черном костюме, там, белая рубашка, то друзья жениха, например, наоборот, светлый костюм, там, черная рубашка, да, то есть. А чтобы контраст был какой-то, да, получается. Да, чтобы это прям было видно, вот они, друзья жениха, либо какие-то там подтяжки, ну, просто подтяжки, допустим, банданы там и так далее. Много всяких обсуждается, а так, как правило, ну, нет, нет дресс-кода такового нет, но тут, кажется, зависит от себя, да, то есть я, например, идя на свадьбу, я понимаю, что это, ну, как бал тот же, да, там, то есть это какое-то торжество. Ну, торжество как должно одеваться? Ну, соответствующее. Соответствующее этому торжеству, да, то есть костюмы, платья вечерние, да, там и так далее. Есть люди, которые приходят в джинсах, в кофтах, ну, у него, может, костюма нет. Да, может быть, действительно. А что ты посоветуешь, если у человека, вот, нет костюма, да, ну, вот, есть, скажем так, определенный, там, дресс-код? Максимально, ну, сейчас очень модно вообще, когда ругаются несколько стилей по… Ругаются это как? Ну, между собой, скажем, да, мы берем классику, допустим, брюки, пиджак, одеваем под него футболку, кеды, вот я вроде бы и спорт в твоем гардеробе, и также классика, да, присутствует, и смотрится это хорошо. Я вообще люблю такие, я сам иногда и часто, на самом деле, я работаю в кроссовках, ну, в кедах. Во-первых, это удобно. Удобно, да, и это смотрится очень стильно, по нашим временам это очень смотрится стильно. Ну, как говорится, если хорошая обувь, то да. Да, хотя бы возьми, ты просто брюки, одень брюки, одень кеды и какую-нибудь белую… Слушай, это очень просто и бюджетно достаточно, ты сейчас говоришь, это вообще не напрягает. Особенно, как правило, свадьба-то летом проходит, там не надо шум какую-то искать. А сейчас какой вообще выбор места, предпочтительнее, вот у современных, скажем так, людей, которые хотят сыграть свадьбу? Природа. Природа. Да, это шатры, это какие-то палатки, это какие-то лофты, их сейчас очень много в области развелось. Лофт для меня вообще это крутая тема. Лофт, они есть как и просто в Санкт-Петербурге, их очень много, да, старых зданий. Да, надо просто пояснить, это старое заброшенное здание, которое, скажем так, ну, даже, есть даже в Санкт-Петербурге какое-то вот лофт пространства, в котором… А их очень много. Очень много, да. Там и выставки проходят, там… Грех в Питере не сделать лофт, там эти здания и помещения, внутри которых ты заходишь. Заброшено много заводов. Минимум, минимум вложения, но и атмосферно, получается атмосферно и красиво. Потому что, да, вот эта кирпичная стенка, которая там ничем не обработана, она создает какой-то антураж. Да, если действительно еще хороший оператор профессионально снимает, профессионально занимается цветокоррекцией, то выглядит очень вкусно, на самом деле. И там как художественный фильм можно снять. И опять же, большие вот эти окна, опять же, большое внутреннее пространство. Я себе недавно просто делал фотосессию, ну, помогал снимать оператора, фотографа, который делает бандажный, или как оно правильно называется, курс по бандажной съемке. Ну, это, в общем, в аэротическом биле, получается. Типа, нет, с нюн, наверное, нюн, это больше другая. Нет, это не нюн, нет, это не нюн, это нюн, нет. Вот. И я заметил, что действительно вот эти большие здания, вот эти большие окна, они дают великолепный свет, свечение вот это, да, которое только там можно и получить. А вот с выездом, какие вот вообще запросы еще идут? Я так понимаю, квадрокоптеры, да, у меня просто... Да, ну, как правило, некоторые видеооператоры квадрокоптеры закладывают в стоимость. Либо это отдельно, то есть он предоставляет услуги, говорит, мы можем с вами еще снять там с квадрокоптера, но это вам будет за счет стоить. Ну, оборудование, что аренда, что оно, да, оно может стоить денег, потому что, например, не у каждого есть возможность купить. Вообще, кстати, все операторы, они по-разному зарабатывают. Ну, у свадебщиков, да, как вот называют операторов, у них достаточно небольшой доход, потому что очень такая большая конкуренция. Кстати, как раз вот подошли к вопросу конкуренции. Испытываешь ли ты, ну, вот, влияние конкуренции? Понимаешь, для меня, наверное, конкуренция – это плюс. Когда нет конкуренции, ты останавливаешься в развитии. Когда есть конкуренция и когда есть куда тебе прыгать и показать, что ты где-то лучше, потому что я не могу сказать, что каждый, ну, я не могу сказать, что там я либо кто-то лучше кого-то, да, то есть каждый ведущий, каждый видеооператор, каждый фотограф, он хорош по-своему, да. Я всегда даже рекомендую нашим молодоженам, я говорю, у меня есть три видеооператора, там, три фотографа. Я вам даю на них ссылки, ознакомьтесь с их работами. И какая вам работа по душе, того и берите. Встретитесь, пообщайтесь. Так же у ведущего, да. Кто-то проводит там, хей-хей-хей, кто-то проводит на спокойствии, да, то есть вот умеренно, так вот прямая линия идет, да, а кто-то вот как кардиограмма, да, вот прям голову взрываемся. У меня была такая свадьба, у меня прям есть видео на уровне контакта, там по эмоциям просто зашкаливала свадьба. В плане и от радостных до слез. Слезы в хорошем смысле, да, то есть мы там гадали, не то что гадали, а открывали секрет, скажем так, кто у них будет ребенком. То есть, скажем так, они уже были беременны, там, по-моему, третий месяц, был четвертый, и я им при встрече говорил, что, ребят, давайте сделаем такую фишку. Вы идете на скрининг, по-моему, скрининг, да, называется, снимаете, но вам пусть не говорят пол-ребенка, вы завернут это в конвертик, и вы отдадите, это можно сделать, на самом деле, по-разному. Это можно сделать, как цвет начинки торта, да, то есть там розовый, либо голубой. То есть, когда мы разрезаем, мы поймем, например, какой-то у ребенка, шарик, взрываем шарик, там конфетти, розовый там. Они выбрали шарик, да, то есть они отдали конверт, им засыпали только конфетти, какой-то уwałубий ребенок, и мы там шарик побахли, протыкали, вот это. И вот тут взрыв эмоций был. То есть, от волнения, когда они держат шарики, они не понимают, что там, да, когда весь зал сидит, за телефоном, и после вот этого, секунда, просто секунда, протыкается шарик и зал просто взрывает вот такая буря. Ты знаешь, вот, наверное, на концерте «Рамштайн», когда духас начинает. Я был недавно, приезжал, был там, нет? Нет, к сожалению, не был, очень. Слушай, там такое ощущение, что демоны кочегарили в этом спортивном комплексе «Зенит», просто люди ехали, останавливались, и я так понимаю, даже, может, пожарные приезжали, беспокоились, что там вообще происходит. А там, да-да. Там первое, знаешь, если так немножко забегая, не забегая, но отвлекаясь немножко на концерт, то первые вообще аккорды, я был в шоке просто, знаешь, всю искрит, как будто, знаешь, вот короткнуло там, просто искрит, что же вообще происходит? И вот это затишье, да? Особенно, когда припев начинается, перед припевом все как бы затихают, когда начинается припев, вот у Продиджи это было, да, у них очень слэм, слэм называется, когда все начинают прыгать, нирвана, вот в таком он стиле. Вот здесь вот то же самое было, потому что все стояли, взрывается шар, эмоции, просто все начинают прыгать, подхватывать женьха, кидать на руках. Вот тут как раз и операторская работа подходит, чтобы просто успеть поймать вот этот самый важный момент, потому что поймать надо не только молодоженов, а родителей и друзей, потому что у родителей очень хорошее чувство, в плане от слез до такого истерического смеха, то есть, и я вообще люблю вот эти моменты, да? Слушай, сразу такой вот вопрос, да, минимальная цена и максимальная цена, которая тебе вот просто вот довелась, довелось вообще проводить свадьбу, потому что все-таки хорошо, да, когда можно там выехать на природу, там все это дело организовать, но все это, как правило, упирается в бюджет, и можешь вот просто подсказать какой-то вот сам бюджет, вот этот ценовой коридор, как правило, вот люди могут уложиться там, да? Да, на самом деле сейчас можно провести любого формата свадьбы, у меня была одна свадьба. И вообще, и сразу тренды потом, второй вопрос сразу же. Ну, сначала вот диапазон, да, и потом уже тренды именно. Да, ну давай начнем с того, что какая самая была бюджетная, но по моим меркам крутая свадьба, то есть там молодожены закладывали по минимуму, да, по минимуму точнее. Они, во-первых, расписались вообще в один день, они поехали с фотографом, с видеооператором, спокойно покатались по городу Санкт-Петербург, полазили по крышам, сделали фотосессии. Без всякой нервовности. Да, никуда не надо бежать, ничего, то есть они поехали отснялись, через неделю мы с ними праздновали свадьбу в Командоре на базе отдыха, мы сняли просто столик, то есть, и мы решили сделать джинсовый свадьбу, вот как раз здесь был дресс-код джинсы. У нас молодожены были одеты в джинсовые куртки, то есть ленты, вообще вот эти ленты, как раньше, да, у свидетелей было, они тоже все, ну, сейчас вообще свидетели отошли на свадьбу, то есть сейчас нет свидетелей, очень редко сейчас встречаются. И вот мы тоже там обыгрывали, там, да, там, МЖ, там, там, букет у невесты был, это маленький веник, украшенный круто, то есть встречали мы их не на машине, они с горки к нам скатились, мы с веник, подожди, я слышал все веник? Да, веник. Просто, может быть, ты как-то назвал букет веником? Нет. Меня, знаешь, резонуло, я как бы это, выдержал паузу. Нет, настоящий мини-веник, такой мини-венечек был в руке, но это выглядело круто. Хорошо, что ты это прояснил, а то бы так, знаешь, резонуло бы ни одному мне, то есть. Встречали мы их не с каравайом, а встречали с клубникой и сливками, то есть они спустились к нам с горочки, кто был в командоре, они знают, на горке справа стоит горочка, мы просто встали на горочке, обыграли, что типа идут молодожены, там, давайте аплодируйте, они к нам съехали, мы их встретили, они накормили друг другу клубникой, макая в сливки, такая была непринужденная, я ее назвал, наверное, open-air свадьба, да, скажем так, непринужденной обстановки, то есть не было каких-то прям официозных, да, таких, отдых, шутки, конкурсы, танцы, через три часа где-то провождение, да, наверное, свадьба правильно сказать, к нам начали подходить уже соседние домники. Думаешь, что за движуха идет? Кто там за движуха? У нас музыка же, естественно, да, там, ну, наняли повар, там, шашлыки, все такое, как бы не было такого прям что-то, да. Причем, кстати, шашлык, вот вообще просто наклюмить обычным простым мясом, оно достаточно бюджетно получается, ну, потому что любое, вот, любое, как бы творчество, там, вырезание каких-то там красотуль, там, да, на блюде, то есть это, во-первых, да, удорожает, потому что это просто работа, а действительно нанять, во-первых, летом все хотят поесть мясо, и как... Ну, вот у нас, наверное, небольшой минус с юра-западем, не угадаешь погону, да, то есть сейчас очень модно было и есть, да, там, проська бриолетная. А самая дорогая вот свадьба, то есть вообще, вот, какого-то... Ну, понятно, мы бы поговорили, что есть прекрасный, кстати, вообще сейчас вот сценарий рассказал, сначала молодожены должны просто спокойно сесть здесь, пройти фотосессию, скажем так, да, никуда не торопиться, и второй момент просто взять и спокойно расписаться. Это было самое такое бюджетное. Причем, второй момент, можно после того, как ты расписался в ЗАГСе, да, вот ты поедал, пофотографировал, мы, например, банкет приносим через неделю на следующий, да, на субботу, там, пятницу и так далее, туда можно заказать выездную регистрацию. То есть для гостей уже, как бы, сделай. А, все, понял. Для гостей еще там, да, просто уже. Выездной регистрацией так занимаются и сотрудники ЗАГСа, так и отдельные ведущие. То есть я, например, могу провести выездную регистрацию. Аккредитация, да, какая-то должна быть? Нет, нет. Нет, подожди. Они до этого же в ЗАГСе расписались. Да, они расписались. Тут просто, скажем так, постановка, чтобы все немного хотя бы поприсутствовали на этом, да, то есть там просто ручку поднесли, там, типа расписались, и так далее. Я люблю проводить выездные регистрации, но я их люблю делать шуточными. Я вообще за то, чтобы было море шуток и юмора на свадьбе. Я вообще за то, чтобы минимум слез. Если слезы, то только слезы счастья. Все. То есть не люблю вот этого «ваш корабль, любви», да, там, «сейчас». Нет, нет. Давайте мы начинаем зажигать с самого начала. Как мы начнем, так мы и закончим. Самая дорогая свадьба. Самая дорогая, да я не припомню на самом деле. Нет, ну так вообще. Количество гостей уже определяется, да, наверное, и всяких там плюшек, там, бушек. На самом деле нет. Тут, наверное, больше не то, что от количества гостей. Могут быть 15 человек на своем. Ну, очень круто посидеть. Ну, очень круто и дорого, и богато посидеть, да. То есть это все зависит, наверное, от помещений, от того, что какой торт, кто работает. У нас же есть видеооператоры, там, команды видеооператоров, там, стоят 200-300 тысяч, да, то есть, ну, там, бегают чуть ли там на телеканал НТВ, да, там, и тебя озвучат. Нет, ну, чтобы хорошо все дело сделать, то, ну, операторская съемка достаточно дорогое удовольствие, потому что, ну, как ты снимешь, то есть, там, мы сами стримы-то проводили музыкальные, то есть, там, вот, в клубе Ленинград, на День молодежи, то есть, ну, там, 3-4 оператора надо, это просто оператор, который снимает видео, то есть, это не фотография. Круто получается, когда не один оператор, да, это разные ракурсы. Да, во-первых, разные ракурсы, во-вторых, это интересно, это постоянно, вот сейчас, вот, чтобы было понятно, мы с тобой общаемся, а Дима делает самую главную работу, он переключает камеры сразу же, да, и осуществляется монтаж, условно говоря, то есть, так бы пришлось бы мне склеивать все это, ну, резать, склеивать, а тут, получается, уже все естественным образом происходит, то есть, я сейчас говорю, включена вот эта камера, да, и переключается на первый общий план. Если ты начинаешь, все, то самое, только меняется, да. Иногда просматриваются, например, какие-то эмоции, ты что-то говоришь, и у меня так, о, глаза такие, знаешь, большие, и он такой, раз, цепляет и вытескивает. И вот этот, как бы, момент, он действительно происходит прямо вживую, то есть, это даже можно еще и транслировать. Ну, кстати, как раз вот про, да, про дорогую мы поговорили, и сейчас еще вопрос про тренд. Ну, я тебе скажу просто, недорогая свадьба какая была, наверное, какая запоминаешься, она, может быть, была в своем роде дорогая, дорогая для, наверное, организаторов этой свадьбы. Это мы в свое время проводили конкурс «Свадьба мечты». Это, по-моему, у нас два года назад было. Да, больше, наверное, три года. Два с половиной, три года назад, да, да, да. Да, на протяжении двух месяцев она шла, шел этот конкурс. В итоге мы отыграли свадьбу ребятам. Мы ездили даже к ним в ЗАГС, то есть они разыгрывают в Петергофе. То есть, ну, ребятам очень много чего досталось. Были, конечно, какие-то провалы в тот момент, но мы пытались выходить, мы выходили с них, то есть мы отыграли ребятам свадьбу. И присутствие в ЗАГСе, когда, знаешь, я тогда поймал вот эту эмоцию, когда ты прислышишь в ЗАГСе, ребята до этого сказали, что, «Ром, мы два года не можем сыграть свадьбу, потому что у нас то ребенок родился, да, то есть мы перевели, то там, ну, обстоятельства, жизни обстоятельства, а тут мы им дали, дали. И когда им, их объявляют, что вы муж и жена, и вот у меня в тот момент, наверное, слезы счастья пошли на заднем плане. Я стоял, я понимал, что… Проделана большая работа была. Была проделана большая. И вложено много усилий. Да. Знаешь, вот здесь, наверное, такая эмоция сыграла, что ты дал людям эту возможность испытать, потому что некоторые долго к этому идут. Каждая девушка мечтает одеть белое платье, да, то есть каждый мужчина мечтает о семье, да, ты им это дал. Это были прям крутые ощущения, эмоции, как со стороны организатора, да, то есть, ну, и были минусы. Каждый организатор какого-либо мероприятия, он понимает, что он всем мил не будет, да, то есть у него много в наш огород, что все подыграно, все это знакомо. Нет, нет, еще раз нет. Я вообще всегда за справедливо. Справедливость. Я помню, там же был конкурс, он долго шел, там периодически голосовали, там были какие-то видеосъемки, рассказать свою историю, как мы познакомились. Это, ну, это большая работа, это конкурс, он длился длительное время. Трудозапраты были большие. Да, и это тоже надо учитывать. Ну, знаешь, вот люди просто приходят в магазины, они же думают, что ж так дорого, там пакет молока стоит, а не забывая о том, что за, скажем так, за этими стенами, вообще в этих стенах творится большие-большие, там, производственные процессы всякие, там, люди делают работу свою, поэтому так и дорого. Мы же за услугу, за рабочий труд мы в любом случае оплачиваем. Так, Дима, ты еще раз подскажи свой вопрос, у меня просто слуха говорит. А, знаешь. Он спрашивает девиз и миссия твоя. Вот какой у тебя девиз вот вообще? Вперед и только вперед. А миссия? Миссия – дарить счастье. Дарить счастье. Эмоции. Да. А почему вперед и вперед? Потому что наше время сейчас очень тяжело. Особенно в 2020 году с этим ковидом. Мне кажется, выиграет тот, эту борьбу, кто не упадет на колени. Тот, кто будет бороться до последнего, до конца. Искать в себе какие-то эмоции, подниматься, да, то есть вкладывать последние силы, но он выживет. Это сейчас для всех это тяжело. Для индустрии мероприятий это очень тяжело. Это очень тяжело. Много полетело заказов. Много, да. Не хочу афишировать, наверное, прям деньгами, но, скажем так, количеством, да, то есть июнь, 2020-го это время… Это когда немножко разрешили что-то, да? Нет, это время было у нас в выпускных. То есть у нас на тот момент было около 11 выпускников. Из 11 выпускников остались только одни. Из 11 классов вместе, да? Да. Ну вот 11 классов, то есть 11 школ заказали нам выпускники, и осталась только одна школа. То есть, ну мы готовились. Мы готовились. Я, как правило, беру всегда предоплату. Эта предоплата уходит туда. У меня большая команда по созданию программы, да, там, то есть… И мы им подготовились. Мы сделали программу, и тут такая ситуация, что все. То есть, и я ушел тогда в большой минус. Я прям расстроился. Расстроился в плане того, что я не поймал, как мне вылезти с этой ямы, скажем так, с долговой ямы. Мне надо было возвращать деньги. Где-то родители пошли на уступки. Роман, там, давайте 50 на 50. То есть вы тоже проделали свою работу. Вот где-то… Вот мы вашу программу не видели, верните, да, то есть… Ну, нашел силы. Нашел, пошел дальше рисковать. Рискнул на корпоративах на новогодние. Вытянул. Вытянул. Тоже там, из какого-то количества осталось там не так уж и много, да, но в последний момент еще помог, наверное, корпоратив в новогоднюю ночь, которого пригласили. Буквально за три дня. Буквально за три дня нам подготовился. Короче, у тебя произошло чудо, я понял. У меня чудо. Слушай тебя, я начинаю верить в чудо. Да, то есть, когда ты сидишь над каждым корпоративом, просто просишь не уходить, да, то есть, ну, про себя там молишься, не знаю, и каждый звонок, ты понимаешь, что это твои заказчики, ты знаешь, вот это вечность, ты берешь трубку, у тебя вот все, у тебя вся вечность, сейчас откажутся, сейчас, а что дальше-то потом будет, и пока тут трубку несешь, у тебя просто в голове такое, а в итоге там могут сказать, там, Роман, надо встретиться, у нас там есть идея, а могут сказать, что, Роман, ну, сейчас такая ситуация, как бы мы, наверное, не будем сотрудничать, у нас не будет там выпускного, свадьба, либо еще что-нибудь, да, очень много свадьб перенеслось на этот год. Ты знаешь, как везде и бывает, особенно в экономике, бывают взлеты, бывают падения, 2000 калорий никто не отменял в день, вот замечательная книга, кстати, «С поведением потребителя», если заинтересуешься, я тебе могу потом в электронном виде отправить, очень интересно, в плане того, что начнешь больше поднимать людей, вот, и, возможно, найдешь какой-то дополнительный, такой, знаешь, вот вектор развития. Ну, возвращаясь, опять же, ковиду, еще поподробнее, можешь рассказать, чем он, скажем так, отметился этот год? Ну, мне кажется, наверное, по статистике, что в этом году, наверное, очень много разводов. С чем связано это? Наверное, то, что все стали чаще добивать, быть вместе дома, находиться вместе дома. Очень много, очень много разводов, к сожалению, честно говоря, к сожалению. Расскажи истории просто, ну, какие-то, мы сегодня немножко общались, до эфира, вот ты рассказывал про очень интересную какую-то свадьбу, вот про него расскажи, пожалуйста. была у меня такая пара молодоженов, нереально крутые ребята, нереально смешные, они прям, такой, знаешь, позитив, вот прям, ты на них смотришь и вот с ними как-то все легко. Ну, поступил как-то один разводок, там, Роман, у нас там свадьба, как-то стандартные вопросы, сколько стоите и так далее, можно ли с рейсом пообщаться, то есть, провели им свадьбу, вместе они, по-моему, если мне память, из-за меня, 5 лет. Мы сыграли им свадьбу и где-то через 8 месяцев, там, звонок от них же, я думаю, сейчас может что-то на благодарность либо скажут, дети ранены, но они говорят, Ром, мы разводимся. Ну, это как-то отмечается вообще у людей? Есть такие просто заказы? Вот именно этот заказ был посвящен тому, что мы хотим отметить это. То есть, мы просто пожили 8 месяцев, мы поняли, что там... Ну, 5 лет и 8 месяцев. Да, то есть, 5 лет, когда мы были просто, нам было хорошо, когда мы стали жить в одной квартире, жизненная, БТВ ситуация, скажем так, она нас съела. И мы поняли, что нам, наверное, проще там разойтись. А ты слышал куда-нибудь о таком явлении, как он называется, гостевой брак? Нет. Не слышал? Прямо интересно. Интересно. Да, это тоже тренд, это тенденция. Гостевой брак подразумевает под собой, когда молодые люди, ну, опять же, мы сейчас подходим к экономической составляющей, вообще во всем, да, ты правильно там рассказывал, свадьбы бывают разные, но самое главное, что твоя миссия, это то, что дарить эмоции, дарить праздник. Из любых ситуаций, да, из любых там расходов людей, от минимального до максимального, ты выполняешь свою роль, то, чего тебя и пригласили. Так вот, гостевой брак, он как раз сейчас пользуется популярностью у людей, у которых очень маленький доход. Суть сводится к чему? Чтобы создать ячейку семейную и чтобы родить даже ребенка, нужно достаточно много денег. Ну, условно говоря, вот если папа получает 30 тысяч, а сейчас образно, мама получает 30 тысяч, это условно говоря 60 тысяч. Когда появляется еще один ребенок, то получается выпадающий доход в виде одного родителя, увеличиваются расходы в виде ребенка. Это тоже приводит к каким-то серьезным, таким может привести к последствиям. И многие сейчас вот люди, они не могут себе позволить купить просто квартиру для того, чтобы просто съехаться и уже выстроить полностью, полноценную семью. И такая вот тенденция отмечена, что люди проживают, например, кто-то проживает с мамой, кто-то там с папой в семье, и они приезжают, например, встречаются в каких-то гостиницах, ну, проводят прекрасное время. Вот таким вот образом, да, и они ни с кем больше не встречаются, а вот встречаются вот только так вот наедине. То есть вот такая сейчас вот прослеживается тенденция, она называется гостевой брак. Это когда люди просто живят своей обычной жизнью, потому что, кстати, и расходиться не надо, то есть вот как-то сейчас только что рассказал, пять лет прожили, вроде бы как-то все было нормально, а вот восемь месяцев не пережили. То вот этот гостевой брак, он может как один из вариантов продолжать, ты знаешь, наверное, самое главное, это продолжать дальше общаться. То есть не высказывать какие-то вот эти, знаешь, упреки, то, что ты вот им там не совладал, ты вот там не справился, а, наверное, поддерживать нормальные взаимоотношения. Может быть, поменяется форма, может быть, вы еще не до конца созрели для того, чтобы быть вместе. Поэтому... Да, согласен. Мне кажется, в этом ситуации надо остаться человеком, не упасть на дно, да, как я назвал, ниже плинтуса. Зачем? Надо просто, наверное, сесть, пообщаться, найти какие-то в этом плюсы. Причем вот про этот развод, развод прошел веселее, чем свадьба. Не поверишь, это было круто. Лайков больше собрали. Веселились. Ну, потому что это, во-первых, было необычно. Это было необычно. То есть, вот так вот, на самом деле, это вот с 13-го года работы первый раз был, и больше не было такого. А какие еще мероприятия? Ты вот говорил, что ты на корпоративу принимаешь участие. Да, на самом деле, мы, скажем, мне кажется, каждый ведущий должен занимать свою нишу. То есть, я, например, люблю проводить корпоративы, юбилеи, свадьбы. Выпускные, и выпускные, да, 4 где-то составляющих. Я никогда не пойду, например, проводить, как у меня было, там, выпускной 4-го класса. Сейчас даже такой проводят, там, уходят старших, после нет. Я никогда не пойду работать аниматором. Это не мое. С детьми. Я люблю очень детей. Я люблю обожать детей, но я не могу. Это, наверное, не мое. Я бы пошутил, но у меня возгненавидят, знаешь, как в фильме «Не гляди южному централу», там попивай сок, как он всех детей размотал, они просто ему надоели, и он, в общем, этот, у него просто была депрессия, и вот он таким вот образом поступил. на самом деле все мероприятия, они бывают по-своему разные. Каждый корпоратив, он может превратиться в какой-то тимбилдинг, в командную игру. То есть у нас было такое, причем Дмитрий в нем принимал участие в виде аренды пинтбольных маркеров и формы. мы делали программу, они целых два часа бегали по станциям, мы им организовывали каждую станцию, то есть надо было найти, собрать карту совместно, определить, где находится клад, пойти его раскопать. То есть мы бегали и это тоже проходило причем в Командоре, и местные отдыхающие там не понимали, что вообще происходит. Носятся две команды с картами, перекликиваются друг к другу. Там где-то уже маркерами друг друга палят в лесу, потому что надо было отпоевать какой-то кусок карты у индейца, допустим. То есть и это больше такой, знаешь, корпоратив, где вначале надо побегать, повеселиться без алкоголя, потому что я всегда противен того, чтобы напиться, а потом пойти это опасно, когда люди в состоянии опьянения бегают по лесу, потому что там споткнутся, упасть, еще что угодно произойти. Одно дело трезвое, другое дело. Да, и состояние организма, скажем, у каждого разное. Проводили открытие магазинов правом периодически. Это интересно. Это интересно, скажем так, интересно в плане чего, что это необычно. То есть у тебя гостика, это приходящий, уходящий, да, то есть который меня, то есть когда ты приходишь на мероприятие, у тебя вот пришли 50 гостей, да, ты вот с ними с самого начала и до завершения банкета, да, то есть ты с ними общаешься, а здесь каждый раз подходят, и ты же не знаешь, кто это, ты не знаешь его характер, да, то есть ты можешь подойти к нему микрофон, он тебе просто пошлет далеко надолго, да, на МРТ, на трибука, да. Я тут тоже, да, как-то принимал участие в торговле выездной на Масленицу, вот не знаю, если меня позовут на Масленицу, может пойду, если будет тепло, опять же. И так вот получилось, я помогал Вадиму Петахову, это из Барбара, у него была выездная торговля, и в общем, они наготовили плов, ну вроде как бы такая погода, ну вроде, ну в целом-то нормально была погода, и вот мне попросили просто помочь, ну мне как бы интересно все-таки, и как-то вот так вот получилось, я вроде что-то делал, делал, а я такой человек, мне тяжело работать, ну не потому, что я ленивый, а потому, что мне тяжело выполнять одну и ту же работу, если она, ну для меня она скучной становится, и я не могу выполнять, то есть мне вот важно что-то такое. Разнообразие. Разнообразие, всегда, вот во всем должно быть разнообразие. Каким-то вот замечательным образом, но, опять же, все-таки занимаясь бизнесом, меня, в общем, этот, ну, скажем так, поставили, условно говоря, продавать, собирать деньги. Это же самое главное для меня, то есть это, а у меня сразу же ажиотаж, и, в общем, я им там за два часа моей помощи продал весь плов, продал, я не помню, там сколько-то килограмм шашлыка, практически весь ушел, и практически две порции, ну, там, большие-большие порции блинов продал. А торговля была очень интересная, но я смотрю, люди ждут, когда пожарят шашлык. Я им такую говорю фразу ключевую, так, ребят, кому плов без очереди? Ну, фишка в том, что он не бесплатный, он просто без очереди, и эта вот ключевая фраза, она срабатывала четко. Но, опять же, юмор. Опять же, юмор. Чтобы ты понимал, в тот момент, там, какие-то девчонки подходили, там, знаешь, там, ну, давай, говорит, бесплатно или еще что-нибудь, ну, не, ребят, я тут, в общем, работаю. А вот, как раз касаемо юмора, да, вот продаж, мне всегда кажется, когда продавец, ну, тот человек, который тебе пытается тюхать, продать товар, когда он делает это необычно, ты у него сам возьмешь. Ты сам хочешь у него, именно у него. Да, я вчера был в Питере, и там девушка раздавала листовки, и она это делала немного необычно. Играла какая-то музыка, она стояла, танцевала, пела, пела, и ты когда к ней приближаешься, она тебя просто сует. Неожиданно. Да, неожиданно, и ты берешь, она говорит, приходите, и уходит, да, то есть были такие ситуации, когда подходят, там, говорят, хочешь фокус покажу? Дает, вытянет листочек любой, да, это рекламный листочек, ты берешь, он говорит, спасибо, и уходит. Ну, ты повелся на то, что сейчас какой-то фокус будет, а ты… Ну, вообще, люди, чтобы было понятно, да, то есть они именно, сейчас мы подойдем вообще к продвижению, к рекламе, очень такой интересный вопрос. Просто немногие умеют или понимают вообще, как продвигать себя, вот, потому что обычная бумажка, как бы она ни была хорошо сделана, она все-таки просто бумажка. То есть там очень мало слов, потому что чем больше ты запишешь, тем меньше будут люди на нее реагировать, и там считать. А никто не хочет читать, понимаешь, информация. Да, да, поэтому лучшая реклама, конечно, это сарафанное радио и, опять же, наш труд, то, что мы умеем лучше всего делать, но это самая лучшая реклама. Вот, и, опять же, нужно все-таки сейчас, вот, современно, да, там, с точки зрения продвижения, это использовать какие-то социальные сети, это какой-то, не знаю, вот у меня сейчас канал, и, честно скажу, то есть я решил немножко приостановить деятельность два года назад, когда понял, что у меня какая-то, ну, какой-то фуфло, грубо говоря, так вот по-человечески получается, ерунда. Я вот перешел на то, что, ну, то есть осознал то, что надо мне, а, подучиться, б, нужно прикупить технику, да, и вообще, ну, какую-то практику пройти. И вот в результате этого всего у меня сейчас уже что-то сформировалось, и вот после этого, там, первая неделя, да, и уже прирост и количество подписчиков, и количество просмотров. У тебя есть какие-то свои вот такие наработки, где ты вот рассказываешь, показываешь, сейчас очень модно, это как вот в Инстаграме, делиться какими-то своими историями, там, может быть, вот, как ты себя продвигаешь? Вот, мне, на самом деле, это хороший вопрос, почему? Потому что мне в последнее время, наверное, не хватает, но у меня очень много прошло мероприятий, в которых я не осветил. У меня не хватает времени просто фотографировать и делать какой-то репортаж на самом мероприятии. Почему? Наверное, потому что я очень, наверное, серьезно подхожу, у меня перед каждым блоком, то есть вот в перерыве, не хватает даже времени пойти вот фотографировать, я просто готовлюсь к следующему блоку, потому что я понимаю, что у меня в следующем блоке должно быть это, это сейчас здесь не сойдет. Я, кстати, с тобой полностью согласен и солидарен здесь, и один единственный выход, это у тебя должен быть помощник. Помощник, вот Дима, да, то есть вот, кстати, немножко рекламы, там, кто заинтересовался участием, ну, вообще отдохнуть в пинбол, да, то обращайте, ссылочки будут обязательно в описании. Не раз проверены причем. Да, не раз проверены. Да, благодаря, кстати, ему я тоже сам увлекся когда-то пинболом, и у меня даже этот, был боевой такой ник, назывался «Хаммер». Да, Дима? Да. А Дима, наверное, еще вспомнит, мы, по-моему, год назад, Дима, у тебя помнишь, играли на жопике? Когда мы играли на жопу. На жопу, да. А, это когда стреляют. Когда проиграешься команду становится к стене, мы по жопу стреляли с маркера. Слушай, я еще устраивал этот бегущий человек, это когда, ну, ставится там два человека, они, грубо говоря, расстреливают. Про те, кто, ну, должны пробежать в одну сторону, там, да, там, скажем так, площадки, потом обратно, там, да, и пробежать. И это сколько получится. И что самое удивительное, когда ты это просто рассказываешь, что, да, не, не, я не побегу, а потом кто-то из них находится, да, ладно, это ж прикольно. И потом все присоединяются, и это просто как бы весело и задорно. Самое главное, что на пинболе это безопасность, которая осуществляется, ну, специальными средствами защиты. Вплоть до ноль алкоголя. Да. Вот это самое прикольно. Потому что алкоголь сразу же запотевает маской, поэтому алкоголь, наверное, не совместимый, да, в маске. Потому что, вот, насколько я помню, Дима, да, тоже там, то есть начальный инструктаж, это прям полнейший инструктаж, кто как выходит, да, что чехлы должны быть одеты на дуло. То есть, и я понимаю, что алкоголь, он все время играет на то, что ты можешь что-то забыть из головы летать. Ну, как бы вообще это достаточно разрушающая составляющая везде и во всем. Поиграя потом. Потом хоть. Так вот, да, про него начал говорить. Я к чему? Вот сейчас мы с Димой очень плотно работаем, да, и вот результат даже вот этого роста, это тоже благодаря ему. Почему? Потому что он, нет-нет, ну, он как, знаешь, вот, я ему говорю, ты как летописец канала такой, знаешь, вот там где-то что-то снимет, тут где-то снимет, где-то там что-то выложит. И тебе, я сейчас к чему? Что, когда ты что-то организовываешь, тебе нужно в голове иметь очень много всяких различных вот этих нюансов, о которых ты знаешь, ты переживаешь. Ты правильно сказал в самом начале записи, да, что настолько сильно переживаешь, что ты даже вот испытывал какой-то страх и комплекс, то, что полгода я не открывал. Вот, а сейчас взял и открыл, и уже этот, работаешь, а к чему? И когда у тебя есть человек, который снимает, как бы, да, вот помогает, просто поищи, может быть, кто-то есть, который, знаешь, вот, он выполнил свою какую-то работу, да, и вот у него есть время, просто попроси его, может быть, тебе поможет. Ну, мне в этом плане, знаешь, как, немного полегче в плане чего, что иногда мы работаем со своей командой, это видеооператор, фотограф, да, например, здесь они меня выручают, они меня там на протяжении мероприятий все равно фотографируют, где-то и меня заснимут, и потом они мне присылают. Это бывает мероприятие, где, ну, уже фотограф, видеооператор, мы его даже взяли, и, как бы, бывает, что там, ну, мы знакомимся, естественно, обменяемся там визитками, а бывает присылают. У меня один видеооператор даже сделал ролик, мы работали с ним в Стрельне, сделал ролик даже, просто за... А сайт не планируешь вообще себе заказать, сделать? Сайт хочу, хочу, но, наверное, как он сейчас правильно называется, одностраничный сайт, чтобы, вот, ты листаешь информацию, как он называется? Ну, все по-разному, я тебе даже маленький секрет расскажу. Короче, заказываешь, да-да, все, кто там смотрит, рассказываю по поводу продвижения, так как все-таки этим делом занимался когда-то, да, и все-таки могу подсказать кое-что. Ты делаешь три одностраничника, одно и то же, только цена везде разная, и просто ставишь на рекламу, и ты благодаря вот этому, да, ну, чтобы ты понимал, спрос, он не, скажем так, не имеет, ну, он не, сейчас, подожди, правильно сказать, он не линейный там, да, то есть он, грубо говоря, где-то есть взлет, где-то есть падение, ну, где-то просадка там, да, и получается так, что, например, там, условно говоря, за 100 тысяч готовы платить, за 150 уже не готовы, а за 250 готовы, и, то есть, вот, благодаря тому, что ты вот делаешь вот такой один, тот же, ну, отзеркалить одностраничник не проблема, то есть там, что, покупка трех доменов там, или даже на одном и том же можно домене сделать, там, субдомены делаешь, и просто выставляешь на рекламу, и работает, то есть, все, уже есть идет какая-то договоренность, и ты просто ее показываешь. Ну, мне кажется, да, сейчас такая века, ты, смысл в том, что вот, если можно продать свою услугу, почему ее не продать подороже, правильно, то есть, как бы, это нормально, то есть, люди хотят заплатить это, и вот здесь ты уже, что видишь, что, ага, вот если такие люди, да, можно будет, ну, взять, сделать какой-то презент, ну, тебе есть из чего сделать какой-то подарок, потому что ты, вроде бы, как бы, и больше заработал, и, соответственно, это будет, ну, положительно сказываться. Да, но у нас сейчас, видишь, еще же, как, в нашей индустрии еще очень хорошо помогают всякие свадебные салоны, да, то есть, это вот Горько, наверное, все прекрасно знают сайт Горько, там, где... А, сейчас как раз этот, хотел спросить, ну, ты начал про свадебные салоны, да, а ЗАГС вообще помогает, есть ли такая тема, что, знаешь, вот, я к чему, что бывает, человек обратится куда-то, да, и ему начинают название со всех, там, кафе, ресторанов, там, предлагать... Это, наверное, зависит от самого ведущего, если он хочет, он может попросить ЗАГСе поставить даже те же свои визитки, то есть, люди, молотаженно приходящие, давать заявление, они увидят, что есть визиточка, да, например, ну, как правило, здесь все равно, больше, наверное, работает, знаешь, там, сарафанная радио. Вообще, вот, сарафанная радио, это сила, сила в плане чего, когда тебя рекомендуют один, два, три, да, одному человеку, то три человека порекомендовали, скажут, блин, крутой, ты пойдешь, и ты закажешь этого человека, да, здесь самое главное, наверное, не оплошать в плане чего, менять программу, менять программу, особенно это в маленьких городах, очень тяжело. Раз в год. Раз в год. Раз в год я... А почему, то есть, ну, с одной стороны, это покажется так, что вот мы в этом году, там, да, ну, то есть, там, или ты, там, провел 20 свадьб, а они, условно говоря, могут быть, ну, тематически похожи, это... Или все-таки есть какие-то интерпретации? Ну, индивидуальный подход. Индивидуальный подход к каждому молодожену. Каждому молодожену индивидуальный подход. Почему? Ну, что такое индивидуальный подход? Ты вначале расспрашиваешь их, есть ли гости, которые были на моих свадьбах. То есть, чтобы было понятно, да, смотри, есть определенный один и тот же сценарий, да, ну, это как, ты как все равно, что как Майкл Джексон, едешь в турне, да, то есть, ну, у тебя есть отработанная программа, да, и каждый раз для новых людей это как бы все четко происходит, да, но в любом случае ты вносишь какие-то коррективы, именно исключительно, от каждого заказчика. Конечно, я тебе больше скажу, что мы иногда корректируем по ходу мероприятия. Ну, то есть, вот самое главное, что ни одно из мероприятий не похоже друг на друга. Нет, все, есть где-то похожие элементы, просто элементы, да, смотришь. Может, там я расскажу, что, например, у нас у молодоженов было вместо каравая, там были спортсмены, мы выносили батончики протеиновые и запивали с шейкером БЦАшками. Вместо каравая это было, то есть, они взяли батончики, открыли, накормили друг друга, взяли БЦАшки, потрясли, выпили. Круто, смешно, весело. Те говорят, блин, круто, мы так же хотим, давайте сделаем, то есть, бывает, мы принимаем откуда-то, да, там, то есть, все равно, ну, ты не сможешь придумать, например, вынос того же каравая в тысячах вариациях, да, то есть, ну, это тяжело, тяжело. И в один прекрасный момент мне стало тяжело, у меня есть команда, которая помогает мне составлять конкурсы, конкурсы, то есть, я даю какие-то идеи, они начинают раскручивать, либо мы все вместе раскручим. У нас появилась хорошая группа, там, ребята, ведущие из Хабаровска, там, и так далее, то есть, из всей России. Вот как раз вот ты принимаешь же участие в конкурсах, да, я так понимаю, не конкурсах, а вот в фестивалях имеется в виду, да, то есть, вот... Скажем так, я... Или вот Кевин — это совершенно другое творчество? Нет, Кевин — это КВН, это чисто КВНовское. Вообще для меня, как для ведущего, наверное, КВН — это одно из главных, скажем, составляющих юмора. То есть, КВН тебя учит шутить, КВН тебя учит думать, прежде чем говорить, КВН тебя учит придумывать шутки, да, то есть, КВН тебя учит отыгрывать шутки, то есть, из тебя превращают актера, работая на КВН, ты работаешь очень много с профессионалами своего дела, то есть, на каждой группе, приезжая на игру, там есть свои редакторы, да, то есть, это какие-то чемпионы высших лиг, там, и так далее, да, и каждая редактура, она может, ты можешь приехать с одним материалом, отыграть вообще другое, тебе просто могут сказать, например, да, ты вот показал номер, и ты подходишь уже к редакторам, они сидят, так, мимо. То есть, подождите, то есть, ты приезжаешь, показываешь полностью весь материал, который мы здесь репетировали, две, не могут зарубить? Все могут зарубить, у тебя есть ночь, переписать его. Ночь? Ночь, потому что тебе на следующий день надо показать новый сценарий, и это начинается бессонная борьба, просто со сном, с голодом, не знаю, с чем угодно, пьем много кофе, это прям энергетика, потому что надо как-то вытягивать, да, то есть, много ссоримся, это прям в команде, это всегда такое, то есть, да. А сколько человек вообще вот ездит у вас? В среднем 10-12 человек. С сномбору, да? Да, да, ну у нас сама по себе команда, она большая, но в каждой команде есть еще, да, там, человек, который отвечает за финансы, капитан команды и так далее, да. То есть, финансы как собираете вообще туда? Ну, это же не дешевое удовольствие так. Совсем не дешевое, совсем у нас, он не спонсор, мы просто представляем Ленинградскую атомную электростанцию, да, то есть. Помогает, да? Они, да, за счет Владимира Ивановича Пелегуды, там... Спасибо ему за то, что это продвигает юмор в массы. Ну, он, не знаю, может, секрет, не секрет, в свое время он тоже был, точнее, он играл в КВН. Зачем ты секрет рассказал? Да? Он сейчас посмотрит, скажет, зачем сделал секрет? Зачем секрет рассказал? Мне кажется, здесь ничего зазорного нет. Да, вообще нет. Ничего нет. Слушай, вообще любой труд, он не может быть зазорным, и за него как-то надо стыдиться. Я еще раз говорю, мне тяжело работать, но я не боюсь, если надо, буду лопатой разгребать. Есть такие люди, есть, которые, ну, вот, он сегодня был директором, а завтра он будет подметать, есть. Есть. Вообще для меня КВН, на самом деле, это такая хорошая платформа, платформа, где ты берешь, вот, пришел поезд, состав с юмором просто, вот этот состав юмора, и ты оттуда это в себя впитываешь, как губка. Это прикольно. Причем этот юмор, да, ты извне как бы приводишь в город, да, да, вообще... Обмен юмора, скажем так, в природе. Куговорот, ну да. Куговорот. Вообще, общаясь с этими людьми, это вот приезжая на Кевин, на той же, да, где приезжают как раз знаменитые ассистенты, да, там, то есть и так далее, это бывшие все же КВНчики, да, там. Ты им вообще автограф кому-то даешь, нет? Я не знаю, переходите, Светлаков говорит, Роман, дай мне, пожалуйста, там оставь, пожалуйста, вы. Он, наверное, не знает вообще. У меня была одна смешная ситуация, как раз в 15-м году, когда я подошел взять автограф, сфотографироваться. У кого? У Мартира Сяна. А он сказал, что нам нельзя. У них, оказывается, по договору прописано. Я так понимаю, что в определенных министерах нельзя светиться, например, ну, как бы тут свои... Может, ему просто надоело, может, я уже там сотый, мол, за вечер подхожу, он просто мне сказал, что нам нельзя. Ну, они зачастую могут быть каким-то амбассадорами, ну, грубо говоря, представителями какого-нибудь бренда там, да, или... Скажем так, ну, как недавно, ну, не то, что недавно, был такой случай с Собчак, она рекламировала Samsung, а сама пользовалась iPhone, то есть ей не раз... Ну, то есть, а это как бы чревато действительно какими-то санкциями, вот. А еще какой-нибудь там смешной случай расскажи, то есть, ну, вот в твоей жизни, то есть, там, можно про свадьбу, можно про мероприятие, или можно там про КВН. Ну, на самом деле их очень много, очень много случаев, но возьмем такой один случай, одна свадьба, я не знаю, тут то ли плакать, то ли смеяться, потому что, ну, это такие... Так, у нас на свадьбу была бабушка ВДВшница, мы ее назвали, ну, то есть, ну, почему ВДВшница, потому что, ну, ВДВшники любят, там, да, бутылка в голову, там, и так далее. Не все, не все ВДВшники, есть культурные, есть, как бы, да, и у нас проходит свадьба, все хорошо, проходила она не в городе Сосновбур, а в области, сидела эта бабушка, это прям божий одуванчик. Где-то серийная свадьба, у бабушки, видать, градус уже был хороший, мы сидим с молодоженами, там, смотрим какое-то видео, мы составляли уже сейчас, не помню, но тут касаемо индивидуального, да, подхода, то есть, мы сделали какое-то видео, смотрим, там какая-то музыка, бабушка встает, начинает танцевать, никто не обращает внимания. После этого мы начинаем проводить, не проводить, а я объявляю перерыв, что давайте, друзья, сейчас мы потанцуем, там, пообщаемся, кто хочет, там выйдет, подышь свежим воздухом. Начинаются танцы, и в этот момент бабушку начинает вести, она падает, ударяется головой об стол. Я, на самом деле, вот она легла, и все лежит, то есть, мы приглушаем музыку, она не стоит, я думаю, господи, ну, еще бы вот это сейчас на судьбе не хватало бы, да, да. Ее где-то через 10 минут поднимают и вот вносят в доме для гостей. Это вот как раз где проводить свадьбу, да, там такая территория, там свой банкетный зал, домик для гостей и так далее, то есть, терраса, и она ограждена. И уводят в домик для гостей, говорю, все хорошо, мы продолжаем свадьбу, веселимся, проходит это буквально там 40-50 минут, грубо говоря. И эта бабушка опять появляется в зале. Она опять начинает танцевать, ее опять начинает вести, и опять она об этот же стол головой опять бьется. Ее ничего не берет? Ничего не берет. Ничего не берет. Почему мы ее назвали бабушкой в удовольствии, ну, здесь, наверное, такая тема была, что видеооператор просто этот момент поймал, он стоял, просто снимал. И в этот момент он попал в кадр, и он поставил как на паузу, и получилось, что зациклил кадр, где вот это, знаешь, это обстал. Вот отсюда пошла шутка. В конце мы от этой бабушки убедали, я еще могу сказать. То есть в чем смешно, что она два раза ударила пульс своей головой, она в конце еще на нас матом гнала, типа поставьте для бабушки, мы уже все, мы уже все, я объясняю бабушкам, у нас все, время закончится, мы уезжаем, на нас такое, просто там пулемет, нецензурной брани болеешь. Ты что-то узнал новое о себе? Появилось у тебя пару новых слов в Светлане Мексиконе? Да. Там прям такие прожженные были слова, то есть, и мы прям, ну, грубо говоря, убегали от этой бабушки, ее ничего не берет, ее ничего не берет. Вот, и я на самом деле рад за нее, что она прям такая крепкая, что у нее все хорошо, это круто. Есть какой-нибудь анекдоты какой-нибудь, которые у вас в обиходе? Я на самом деле вообще не рассказываю анекдоты. Ну, как бы, так бывает в компании, но они, как правило, такие. Если мужской компанией, то на мужскую тему, да? То есть, а так я вообще на мероприятиях не использую. То есть, анекдоты, стихотворения какие-то там, да, то есть, нет. Я вообще говорю так, что, наверное, каждый ведущий должен быть самим собой. Должен проводить так, как он может это проводить, да? То есть, переходят в эти уже стишки, там, какие-то толстые, тосты, да, там. Это уже тамада. Это прям тамада. Здесь переодевание в какие-то костюмы, одежды нет. Это не мое. У тебя есть вообще какая-то усталость от того, что ты вот этим занимаешься? Ну, не кажется ли тебе это, ну, примерно так, условно говоря? Понятно, что куча всяких интерпретаций, понятно, что новые шутки. Ну, не устаешь ли ты от этой работы? Устаем, знаешь, когда вот идет сезон, например, ты работаешь, там, особенно это бывает на новогодний корпоративы, там, ну, свадьбы бывают. Когда у тебя уже, там, седьмой день подряд, у тебя корпоратив, то есть, ну, чтобы все понимали, в среднем корпоратив проходит пять часов, ты отрабатываешь. То есть, ты, естественно, на каждом корпоративе должен выкладываться. А бывают такие корпоративы, где ты уже, там, десятый корпоратив этой компании проводишь, и ты должен каждый раз себя перепрыгнуть. И бывает, что ты уже на седьмом корпоративе просто язык на плечо, и ты уже не понимаешь, что делать, у тебя уже усталость, у тебя какая-то нервозность. То есть, здесь, наверное, в голове такой вот, как бы, щелчок, и вот как раз вперед, и только вперед. То есть, ты приходишь, бывало такое, что приходишь домой и помогай, там, выпить, там, немного виски, допустим, да, там, расслабиться. Бывает, что приходишь домой, на следующий день лежишь пластом. Вот ты вот не ставить, вот как будто из тебя вот высосали эту энергию, бывает такое. То есть, а так, по роду деятельности, мне надоело, мне нравится. Я люблю это дело, и я кайфую от этого дела. Мне всегда интересно, я вообще люблю общаться. Общаться с людьми, они все разные. И каждый раз ты от какого-то гостя что-то черпаешь. Бывают прям нереально крутые гости. Бывают там от них, ну, прям язык подвешенный, да, и тут касаемо даже вот ведущих. Сейчас вообще-то почему-то тенденция пошла, питерские ведущие, Питер, Москва, почему. Что связано? Типа большие города, типа они более развиты. Наверное, наверное. Я всегда говорил одну фразу, что если человеку дано, пусть он будет откуда-то, не знаю, с глубинки какой-то. Если ему дано, он придет и он взорвет этот звон. Потому что у него язык висит, он говорит, он грамотно может ставить, отшутиться, поддержать разговор. То есть, а если человеку не дано, хоть пусть он там с самой Москвы, да. Ну, если ему не дано, он не сможет привезти. Слушай, а ты не рассматриваешь такое, знаешь, понятно, что большие города. Участие в стендапе, например, или какие-нибудь, наоборот, здесь вот проводить какие-то такие интересные мероприятия. Потому что, ну, стендап – это что-то новое. И вот недавно было в Бурбаре. Ну, как недавно, когда-то было, я там не был. Вот, ну, по отзывам, что достаточно очень интересное мероприятие. Потому что, да, стендап – что-то вот именно нестандартное. Потому что смысл в чём? Вот наш канал там, да, то есть, ну, разный подход, разные люди, разное мнение. Соответственно, я думаю, что это, ну, интересно так послушать каждого человека. Ты правильно сказал, люди-то сами по себе интересны, с ними можно общаться и много чего интересного узнать. В этом плане как раз стендап и почему каждый человек высказывает свою боль, которую он оболел, либо ситуацию в жизни. Если посмотреть стендап, ты понимаешь, что… Ну, ты не планируешь вообще? Сам нет. Сам нет. А что ты организовать здесь? Я пытался, пытался, мы пытались сделать стендап, но мы пытались сделать на местном уровне. Я хотел потянуть местных юмористов. У нас очень много юмористов, у нас очень много молодёжи, которые… Какие проблемы там были? Что помешало? Не могли набрать народ. Не знаю, чем это связано. Смотри, цена проблема, да, то есть, ну, есть такая формула успешного запуска. Она называется пред-предзапуск, предзапуск, запуск и постзапуск. Это, грубо говоря, о чём говорит, ну, вот так, чё ты наговорил тут. А суть сводится к чему? Ну, если ты что-то планируешь сделать, ты должен готовить аудиторию. Ну, это как вот книга «Гарри Поттер». Известность произведению… Как её там зовут-то уже? Подскажи, Дима. Вообще, не помнит? Ну, ладно, там, мадам, в общем, сказочница. Она когда написала первую книгу, ну, чего нет, я особо никто не читал эту книгу. Ну, там просто, знаешь, вот нашёл там кто-то, прочитал там, передал кому-то другому. И ты знаешь, когда уже выходила там третья, четвёртая серия, фанатов было очень много. То есть смысл в чём вот этой фразы, вот этой формулы успешного запуска? Что прежде чем что-то сделать и объявить о том, что у тебя там будет, тебе нужно собрать свою аудиторию, своих почитателей, своих фанатов. И вот вам надо просто, чтобы научиться собирать большую аудиторию, начать просто регулярно что-то делать. Я сегодня говорил и про видео, да, от вас, вот какие-то шутки, формируйте просто свой клуб. Вот как вот у тебя группа ВКонтакте есть, если что-то вот запланируете, просто начните делать. Не смотрите за тем, чтобы у вас должны прийти 500 человек сразу. Пускай придёт 10 человек. Просто, ты знаешь, вот, помнишь, ты вот рассказывал про свадьбу, веник, я ещё думаю, что ты там такое сказал-то, да, то есть про веник. Когда люди со стороны видят, что-то такое происходит, и вот честно тебе скажу, я не попал на стендап, который здесь был, у меня как бы есть желание ещё раз попасть. Вот честно тебе говорю, и вы просто, ну, что-то начните делать, и я думаю, что люди полюбят это и подтянутся. Не, я согласен, мы пытались сделать, мы делаем некоторые проекты, у нас они выстреливают. Я просто потому, что у вас могут потом, этот, в Кингисепт, там, Ломоносов, Большую Жору позвать, Лебежье. Да, говорят. Это уже крупная заявка на победу. Это прям Лебежье, это Лебежье. Это уровень. Не, на самом деле я готов как бы везде проводить, для меня нет, да, там, деревни, посёлок, город, там, нет, везде люди, они все люди, они всех любят отдыхать. Я могу сказать, что в наше время сейчас взрослые отдыхают лучше, чем дети, да, это взять выпускные вечера. Да, родители отрываются, у-у-у, детям ещё им далеко, да, до родителей. То есть, по поводу каких-то, вот, организовать у нас здесь, организовываем, периодически организовываем, что-то заходит, что-то нет, мы не падаем, мы всегда придумываем со сбор концертов. Ну, слушай, давай, это всё-таки подумай о каком-то мероприятии, потому что через юмор происходит очень много интересного, и обмен, и, скажем так, и мнений. И это тоже всё-таки часть культуры, культура бывает высокого уровня, да, бывает культура широких масс. В любом случае, юмор, это достаточно такой продуманный, если мы говорим о таком остром, остромлётном юморе, да, что это всё-таки такая серьёзная подготовка должна быть. Вот, и давайте что-нибудь делайте, ребят, надо что-то, знаешь, вот делать здесь и сейчас, ну, ни завтра, ни потом, и чтобы не говорили там, вот, мы хотим из Питера, мы хотим, чтобы здесь был вот Роман и его команда. Мне тоже это хочется, мне, на самом деле, ещё хочется, и я обещаю, я, наверное, мы что-то сделаем, не наверное, а мы сделаем, мы рано или поздно выстрелим, потому что у нас, я ещё раз говорю, у нас очень много талантливых людей. Да, я знаю, я вот так, немножко так. Город Сосновобор, это, наверное, город, откуда входят одни таланты. Да, я хочу даже тебе больше. В разных направлениях. Шутки. Мне подсказывают. Говорит, ещё раз пригласи тебя, говорит. Ну, когда будет, в общем, приходи, да, ещё раз расскажешь. Вот, постоянно вылезает в ухо, чтобы ты понимал, я иногда, когда зависаю, это значит, этот, мне он там наговаривает на ухо. Вот, ну что, наверное, пока всё, потому что, действительно, уже, наверное, больше часа мы с тобой разговариваем, очень интересная беседа получилась. На самом деле, всё обо всём, да. Там много тем, много тем. На самом деле, вообще мы можем там пообщаться, как организовываться свадьбы, как их помочь, что надо сделать, в первую очередь, как закупаться и так далее. Вообще, вот эта сфера индустрии проведения мероприятий, она такая, о ней можно разговаривать, разговаривать, о ней можно учиться. На самом деле, вот я у себя спрашивал, да, что мы делаем в Инстаграме и так далее, привлекая народ. У меня в группе ВКонтакте, у меня прям есть блок «Умные мысли», называется. И я там каждую традицию, как вообще надо организовывать свадьбу. То есть, я… Как что-то, ты о ней пишешь посты или ты видел… Да, посты. Смотри, в любом случае надо переходить на… Включил камеру телефона, записал, но обязательно всё-таки этот звук, то, что здесь вот у нас Dolby Atmos, чтобы было известно. Здесь звук записывается в режиме Dolby Atmos. Здесь это совершенно другой формат, это даже не Dolby Surround, это Dolby Atmos. У нас не везде есть такие кинотеатры, которые воспроизводят этот звук, но когда, если включить наушники, то здесь совершенно другое звучание. Вот. Поэтому я бы тебе как бы порекомендовал действительно начать рассказывать на видео, то есть, знакомить людей именно с тобой. Мы вообще как бы планируем… Опять реклама идёт. Планируем вообще создавать видео-визитки, да, то есть, разрабатывать. Это когда ты не просто бумажку вручаешь там, да, а вот человек заходит, заинтересовался, это как вот тот же сайт, да, то есть, ну, хотя бы посмотреть, что ты умеешь там, да, вот расскажи на этом. А самый лучший способ продвижения – это всё-таки вот твои вот секреты, которые у тебя уже наработаны, просто их хотя бы рассказывать, делиться. У тебя вот ещё раз, у тебя появится своя аудитория, у тебя появится даже больше там людей там из разных действительно городов, и может, у тебя будут совершенно другие заявки. Ну, мы к этому всегда стремимся, мы всегда к этому стремимся. У меня, на самом деле, есть мысль по поводу вот помощи молодоженам, которые хотят в будущем, либо в этом сезоне отыграть свадьбу. Есть такие мысли, что нас собрать… У нас очень много хороших ведущих в городе, очень много. Каждый ведущий по-своему хороший, да, кто-то хорошо поет, кто-то хорошо шутит, да, там, то есть. Собрать и привести такой вот как форум, да, для молодоженов, которым интересно, которые могут прийти, позадавать вопросы, пообщаться на тему, как организовываться свадьбы, да. Здесь же они могут и выбрать ведущего, да, то есть они будут видеть ведущего, выступления ведущих, то есть. Прямо мне хочется такое планы сделать. Я всегда за то, чтобы помогать. Ну, слушай, давай, в общем, обращайся, если что, я тебе подскажу. Все ссылочки и контакты на романы обязательно будут, опять же, на группу, то есть там на Инстаграм. Если ты надумаешь, вот обязательно напишите в комментарии, если вас действительно эта тема интересует, волнует, как провести свадьбу, то есть какие есть страхи, какие есть подводные камни, обязательно пишите в комментариях, да, либо пишите роману. Ну, а тебе надо все-таки это дело уже не просто писать, а вот именно выкладывать, делать маленький хотя бы монтаж, потому что, ну, это история, которую ты можешь поведать людям, и тем самым они больше проникнутся. По поводу съемки, монтажа, наверное, на зиму поговорим, потому что, опять же, говорю, что иногда очень не хватает времени. Я же помимо этого еще работаю. Я понимаю. И многие, да, многие спрашивают, как ты вообще успеваешь, я пятидневку работаю еще, при этом надо как-то где-то что-то написать и так далее. То есть, да, да, и на самом деле я это тоже всегда понимал, и меня вот тут прям бесит, мне бесит, что мне не хватает времени, чтобы поснимать. Есть о чем поговорить? Есть. Есть мысль просто проводить какие-то прямые трансляции, общаться, да, задавать вопросы в том же Инстаграме, как это сейчас модно, да, сделать. Есть. И я обещаю, я приду к этому, я найду себе. Ну что, давай у тебя тогда пожелания и, в принципе, будем уже завершать. Какое твое пожелание, там, хочешь что-нибудь сказать людям, зрителям, слушателям? Пожелать. Что хочется пожелать? Наверное, хочется пожелать здоровья всем. Видя 2020 год, хочу пожелать всем здоровья, любите друг друга, цените друг друга, ну и создавайте семьи. Семья – это все. Ну что, на этом все. Спасибо за внимание. Пишите комментарии, желательно не меньше там пяти слов, если что. Подписывайтесь на канал. Все, всем пока. А в гостях был Роман Калодкин. Все, пока-пока.